Всем привет! Весна для всех начинается по-разному и в разное время. Кто-то, как Примадонна отечественной эстрады, разрешает весну в первый день марта, а для коллеги Аллы Борисовны по эстрадному цеху, солистки популярной когда-то группе «Мираж» Натальи Гулькиной, весна начинается еще в феврале, с ее дня рождения. Об этом и не только сегодня расскажу вам я, Матвей Симагин. Это эксклюзивный взгляд на главные культурные события Ульяновской области в новом формате. Программа «Культ. Ура!» Когда наступает мой день рождения, 20 февраля, я сразу после этого понимаю, что через несколько дней уже все неизбежно, ничего не повернешь, пришла весна. И я себя ощущаю вообще в этом состоянии, как девочка весна, несмотря на то, что мне уже много лет. Я человек, который гораст и счастлив восхищаться закатом, рассветом, птичкам, синичкам, всему вообще просто. И пишу стихи. То есть я очень романтическая особа. Поэтому меня весной радует абсолютно все. И самое главное, вот предвкушение того, что скоро будет все салатового цвета, появится нереальный воздух, который мы будем дышать после «Майский гроз». К Наталье Валерьевне, недавно побывавшей в Ульяновске, мы еще вернемся. А пока об одном из праздников, на которые богат март. 27-го день театра. Его ульянские лицедеи традиционно отметили вручением главной региональной театральной премии, которая так и называется «Лицедей». Вас там не было? Ничего страшного. Считайте, что были. Жюри, насколько я понимаю, оценила высокий уровень той программы, которая была представлена в этом году. И мне очень приятно, что все получили огромное удовольствие от общения с театральным искусством. Одной из главных наград фестиваля является премия за лучший спектакль. В этом театральном сезоне, по единодушному мнению жюри, им назвали «Шекспирского макбета» от Ульяновского драматического. В постановке «Ход рука» симбирской драмы Владимира Золотаря. Мне кажется, это не всегда правильно вообще все, что связано с наградой. Ты как только придумываешь, слишком много наград обесценивается, слишком мало наград, неравная конкуренция. Потому что, конечно, там махина типа ульяновской драмы, состязающая, например, с финалом Дмитровградского театра «Кукол», это странно. Странно. Знаешь, мне всегда казалось, что во всех фестивалях самое лучшее – это когда спектакли показывают, спектакли обсуждаются, и ничего не вручается. Третий год подряд значимой номинацией лицидея становится за верность сцене. В этот раз награду имени Народной Арсистки России, лауреата Госпремии РФ и главной национальной театральной премии «Золотая маска» Кларины Шадько получил актер Дмитровградского драматического театра имени Александра Николаевича Островского Олега Козовникова. Я очень благодарен, что получил эту высокую награду за верность сцене. Для меня имя Кларины Ивановны Шадько многого значит. Прежде всего, это великая, талантливая актриса и замечательный человек. Я всегда ценил минуты, когда был рядом с ней, получал огромное удовольствие. Спасибо ей, спасибо награде. День театра – это не только те, кто служит театру, это, мне кажется, всенародный день. Как говорил Шекспир, вся жизнь – театр. Поэтому здесь и зрители, здесь и друзья, здесь и служители. А, в общем-то, все, кто любит театр и кто не может жить без него. Всех с праздника. Ну а теперь, как я и обещал, эксклюзивное интервью с Натальей Гулькиной. Я же говорю вам, до встречи через неделю. Увидимся. Не стать певицей Наталья Гулькина не могла. Маме сказали, что у вас, по-моему, певица будет. Рот не закрывается. Все время поет и поет. Очень звонкий голосок. И вот как-то вот так с детства пошло. Как участницы группы, подарившей меломанам много шлягеров, солистка «Миража» наверняка знает, как они пишутся. Это рецепт хита. Это три составляющие. Это, естественно, мелодия, легкая, красивая, запоминающаяся. Хорошие слова и хорошее исполнение. Вот такие три составляющие. То есть два автора и исполнитель неразрывно идут вместе для того, чтобы получился хит. Если хит не получается, люди не поют эти песни, но песен-то сколько пишется? Сотни, миллионы, миллиарды песен. Каждый день предлагают огромное количество. Но входят в историю буквально считанные единицы. И знаете, что касается феномена «Миража», то мне в первую очередь кажется, что здесь даже не вот эти три составляющие хита сработали, а здесь сработало время, в котором мы все жили в тот период. То, что, так сказать, после, скажем, мы попали в такой период, когда у нас не все было здорово, не все было гладко, у нас не было продуктов, у нас были проблемы там с тем, что мы надевали на себя. Поэтому, вот, например, если говорить о концертных костюмах, то я сама их шила из того, что у меня было дома. Я брала у бабушки то, что она покупала там за границей. И я это все кроила, резала и делала. Там пояс, допустим, покупался где-то на рынке, и я на него лепила брошки. А выходя в зрительный зал, люди поражались, удивлялись, потому что в свете софита это все горело и выглядело потрясающе. А сегодня немножко по-другому, потому что люди, сидящие в зрительном зале, уже выглядят так, как артисты. Вот, можно вообще не напрягаться. Все королевы диско, и, как говорится, как одна. Я не чувствую себя при этом какой-то совершенно невероятной там дивой. Я такой же обычный человек, так и все иногда скромные, иногда не очень. Ровно 35 лет назад молодая певица впервые попала в «Мираж». И это сегодня кажется, что тогда все было гладко. А на самом деле… Там достаточно все было сложно. Там Летягин подбирал, хотел, чтобы было все невероятно. Ноги от ушей, там, грудь пятого размера и так далее. Ничего этого не было в тот момент. Ни у меня там, ни у света разные, которые впервые поехали на гастроли. Вот. И поэтому немножко его видение «Миража» и то, что получилось, расходилось, понимаете. Вот. Но, тем не менее, мы собирали битковые стадионы, дворцы спорта. И это был, конечно, колоссальный успех, который, собственно, действительно удалось принести через годы. И вот, когда мы опять с Маргаритой объединились, как говорят, нельзя войти в ту же реку. Но это было точно не про «Мираж», потому что опять мы поехали, и опять люди пошли с удовольствием, с радостью, с любовью. А какая музыка сегодня по-человечески может взволновать Наталью Валерьевну? Знаете, это зависит от настроения вообще, от состояния. Я, с удовольствием хотел сказать плачу, под Володей Кузьмина. Мне очень нравится, когда меня ты позовешь, там, «Сибирские морозы» и так далее. То есть для меня это такая лирика. Я вообще очень люблю лирику, я человек очень сентиментальный. Поэтому, если даже в зависимости от настроения, если человек исполняет очень тонко, очень душевно, да, я буду плакать. Так в чем все-таки секрет популярности «Миража» с конца 20 века и до сих пор? Наверное, это и является вот этим феноменом, тем, что молодежь, тогдашняя я, пронесла это через всю свою жизнь, уходя замуж, уходя в армию, рожая детей, все время с песнями «Миража». Вот они и на подкорке, и в мамином молоке.